С миром принимаем. С праздником, с воскресением Христовым. Спасибо, Господи, спасибо, с праздником всех. Покром Богородица. Спасибо. 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 Помолимся. Покрома «Царю небесный, утешителю души истины, И живи здесь, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю приди в силы сябны, И очистили от всяких скверны, И спаси блаже души нашам. Господи, молим Тебя, благослови наше занятие по Слову Твоему, Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Благодарим Тебя, Господи, за то, что сохранил до сего дня толкование святых отцов. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Овца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 3 глава, 6 по 12 стихи. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с Иеродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус учениками своими удалился к морю, И за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Иудумеи и из Зайордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, ты сын Божий. Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Толкование. Кто такие были Иеродиане? Воины Иеродовые? Или какая новая секта, признавшего Иерода за Христа по той причине, что при нем кончилось преемство иудейских царей? Пророчество Милакова определялось, что когда ускудеют князи Атеуды, тогда придет Христос. Бытие 49 глава. Так как во время Иерода никто уже не был князем из иудеев, но властвовал Иерод иноплеменник, он был, и думеянин, то некоторые приняли его за Христа и составили ее секту. Все это люди и хотели было убить Господу. Но он уходит, так как еще не настало время страдания. Уходит от неблагодарных вместе и для того, чтобы облагодетельствовать большее число людей. За ним действительно последовали многие, и он исцелял их. Даже теряне и седоняне получили пользу, несмотря на то, что были иноплеменники. Между тем единоплеменники его гнали. Так-то нет пользы в родстве, если нет благонравия. Вот и чужие приходили ко Христу издалека, а иудеи гнали его, пришедшего к ним. Болезни много содействуют к вразумлению нашему, так что Бог наказывает нас семи ранами, как отец детей. В переносном смысле, обратим внимание и на то, что Иисуса хотят убить иродиане. Эти плотские и грубые люди. Ирод, значит, кожаный. Напротив, те, кои вышли из домов и из отечества своего, то есть от плотского образа жизни, те последуют за ним, почему и исцеляются раны их, то есть грехи, уязвляющие совесть, и нечистые духи изгоняются. Вникни, наконец, в то, что Иисус приказывает ученикам своим подать лодку, дабы народ не стеснял его. Иисус есть в нас слово повелевающее, чтобы лодка наша, то есть тело наше, готово было для него, а не предоставлялось бы бури житейских дел, дабы эти толпы забот о делах не беспокоили живущего в нас Христа. Вот такое толкование. Вопросы есть. Вот у меня вопрос здесь написано. Духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали. Как мы знаем, что духи – это невидимые существа. И когда Христос шел по морю, и все думали, что это дух, а он говорит, не бойтесь, это я, то есть я не дух. А тут написано, что духи падали, как плотские, и кричали. Как это понимать? Как духи могут падать и кричать? Игнат Тихонович, можете объяснить? Лично идет о сосудах. Он спрашивает, как тебе имя? Мы едем шевеляться губы, говорить язык, а это, говорят они, легион. Люди вокруг креста кричали, сойди с креста и мы поверим. Иоанн Златоус объясняет, это только шевелился язык людей, кричали это демоны. Потому что смерть была в какой-то степени оправдана. Возмездие за грех – смерть. Впервые в мировой истории наступала смерть, а греха нет. Смерть – где твоё жало? А жало – смерть и грех. И вот здесь духи падали. Падали эти бесноватые, когда бежали они. Это они, духи, выражали через свой объект. Это такое соединение. Бывает, человек злится, кричит, смотришь на него, а человека нет. Просто демон кричит. Вот эти слова, и так и надо понимать. Внешне это выражалось в том, как вел себя человек, одержимый демонами. А люди никаких духов не видели, они незримые. Прости, Христос. Слава Христу. Марка 13, глава с 13 по 19 стихи. Потом зашёл на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона. Нарекши има ему Пётр, Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата Иакова. Нарекши им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы. Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фадея, Симона, Канонита, и Иуду Искариотского, который и предал его. Толкование. Восходит на гору для того, чтобы помолиться. Так как перед всем творил чудеса, то после совершения чудес молится, конечно, урок нам, чтобы мы благодарили Бога, как скоро сделаем что-либо доброе, и приписывали бы то силе Божией. или так, как Господь намеревался рукоположить апостолов, то по этому случаю восходит на гору для молитвы в наставление наше, что и нам, когда намереваемся рукоположить кого, сначала должно молиться. «Чтобы открыт был нам достойный того, и чтобы мы не приобщались чужим грехам». Первое Тимофея 5.22. Там говорится, что не возлагая рук, ни на кого поспешно. «А что Иуду избирает в апостола, то отсюда мы должны понять, что Бог не отвращается человека, имеющего сделать зло из-за будущего его злого дела, но что за настоящий его добродетель сподобляет его чести, хотя бы он впоследствии сделался худым человеком». Евангелист перечисляет имена апостолов по поводу лжи апостолов, дабы знали истинных апостолов. «Сынами Громовыми называет сынов Зеведея, как особенно великих проповедников и богословов». Вопросы? Ну вот на что хотелось бы обратить внимание, что для чего Бог избирает апостолов? Причина какая? Не просто, чтобы научить, чтобы они были его учениками, но это имелось вещество. Для чего ученики Христовы? Что они делают в первую очередь? Чтобы шли на проповедь. Первое, для этого. Ну, второе, чтобы они имели власть исцелять от болезни, изгонять бесов. Как, ну, люди были маловерные, и эти чудеса исцелений помогали убеждать этих маловерных. А также изгонять бесов, вот этих злых духов, власть им дал. Потому что, ну, как завладеть сосудом, если не изгнать бесов? То есть, нужно сначала связать дьявола, также и Христос связал сатану на Голгофском кресте, а потом уже. Вопросы? Нет вопросов. Марка, 3 глава, 20 по 22. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Толкование. Вышли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, то есть, что имеет беса. Так как они слышали, что он изгоняет бесов и исцеляет болезни, то по зависти думали, что он имеет беса, почему и хотели взять его, чтобы связать, как беснующегося. Так думали, и хотели поступить с ним и ближние его. Подобно и иерусалимские книжники говорили, что он имеет в себе беса. Так как они не могли отвергать совершившихся пред ним чудес, то обносят их другим способом, производя их от бесов. По сути, это клевета. Вопросы. Марка 3 глава 23-27 стих. И призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану, если царство разделится само в себе, не может устоять царство тот, если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот, и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Толкование. Опровергает ненавистливых иудеев неоспоримыми примерами. Как возможно, говорит бесу, изгонять бесов, когда и в обыкновенных домах видим, что пока живущие в них мирны, дома стоят благополучно, а коль скоро произойдет в них разделение, падают. Как возможно, говорит, чтобы кто расхитил посуду крепкого, если наперед не свяжет его. Эти слова означают следующее. Крепкий есть дьявол. Сосуды его суть люди, служащие ему вместилищем. Таким образом, если кто нашед не свяжет и не сложит дьявола, то как он может расхитить у него сосуды его, то есть беснующихся. Посему, если я расхищаю сосуды его, то есть освобождаю людей от насилия бесовского, то следовательно я наперед связал и низложил бесов и оказываюсь врагом их. Итак, как же вы говорите, что я имею в себе везельвеула, то есть что я изгоняю бесов, будучи другом их и волшебником. Действительно, не суразица такая получается, нелепица. Христос эту нелепицу обличает. Вопросов нет? Идем дальше. Марка 3 глава 28 30 стих. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый Дух. Толкование. То, что Господь говорит, здесь означает следующее. Люди, согрешающие во всем прочем, еще могут извиняться чем-нибудь и получить прощение по Божию снисхождению к слабости человеческой. Но когда видят, что он творит несомненные чудеса и между тем хулят Духа Святого, то есть чудотворение, происходящее от Святого Духа, тогда как они получат прощение, если не покаются? Когда соблазнялись плотью Христовую, то в этом случае хотя бы и не покаялись, будут прощены, как люди соблазнившиеся, а когда видели его творящим дела Божии и все еще хулили, как будут прощены, если останутся нераскаянными? Вопросы? Значит, все-таки есть надежда у них, если они покаяются, значит, они прощены будут, даже если похули от святого Духа, я думала не будет прощения. Ну, давайте еще раз прочитаем последнее предложение. Когда соблазнялись плотью Христовую, то в этом случае хотя бы и не покаялись, будут прощены, как люди соблазнившиеся. То есть не каялись, но будут прощены, потому что их кто-то соблазнил. дальше запятая. А когда видели его Христа творящими дела Божии и все еще хулили, как будут прощены, если останутся нераскаянными? Ну, а если раскаются, значит, будут прощены. Как получается? Но они уже видели дела Божьи, то есть они не могут уже покаяться, то есть они видели, что это дела Божьи, то есть это такой грех, в котором невозможно покаяться, хула на Духа Святого. Невозможно, потому что черта, они перешагнули ту грань, после которой возможно покаяние. Хотя также я слышал, что единственный грех, который не может простить Христос, это грех самоубийства, потому что человек уже после своей смерти не может покаяться. И здесь Рахиль задает вопрос, может ли человек, похуливший Духа Святого, покаяться? Или не может? Пока сердце стучит человеческое, то есть идет призыв к покаянию, он может покаяться. И некоторые я слышал, что говорили, ой, я Духа Святого похулил, нет непрощения, но если он так рассуждает, то он уже не похулил. А люди, которые конкретно, в чем Хулана Духа Святого конкретно видели чудо Божие, чудо исцеления, изгнания бесов. И говорят, что он это делает силой князя Бесовского, то есть он злодей из злодеев. Как такое можно говорить, явно, дело Божие, бесов изгоняет. А он говорит, бесами изгоняет. Ну, ясно, спасибо. Я не знаю, Игнать Тихоневич, может, я о чем не прав тут? Дополните, пожалуйста. прекрасно объяснил, все как надо. Но тут надо еще добавить только то, что плоть противится Духу. Даже в каждом человеке, ни о чем не разговаривая, просто душа это госпожа, тело это рабыня. И так как покаяние идет через Дух Святой, когда Дух Святой трогает совесть, а он его похудел, то раскаяния нету. Нету, всякие отговорки будут, а что я сделал, я еще особенного не сделал. И он не может никак раскаяться. И вот с ним говоришь, он уперся на себя, ну ты сейчас видел дела какие. Бывает так, человек, делая дело Божие, явно видно, что Господь трудится, необыкновенно отверзает не одному, а многим людям сердца, что приняли, а он продолжает хулить. Вот у меня нападает, когда мне видится, что похулилили Духа Святого, они ничего не могут сделать. Он понимает, он видит, он слышит, а сделать еще не может. Я конкретно могу сказать по отношению конкретно ко мне. Вот он видит отзывы метрополитов, фотографии, снимки, его никак не касается дела, он все равно стоит на своем. Он не может сдвинуться с места. Так что объяснение твое абсолютно правильное. Игнатий Тихонович, значит, это тоже была хула на Духа Святого, да? Когда вас хулят, явно видя, что вы делаете доброе дело по отношению к Богу, к людям, а вот вас хулят, это получается, они хулят Духа Святого? Дело даже не в добрых делах-то, конкретно, а там, где видна победа над дьяволом, то есть сверхчеловеческих возможностей, это нельзя сделать. Это явно, что Дух Святой отверзает людям истину, они из преступников делаются святыми, а он продолжает хулить. Вот когда Господь делал, что человеческими силами нельзя это сделать, что Христос сделал, они ненавидели добро от Духа Святого, вот это нужно подтверждать, не просто добро ненавидели, явно, что бы они не говорили, ну скажите, как так, первый раз говоришь с человеком, погрязшим в грехах, беззакониях, ни один следователь с него этого не может выбрать, выбить признание, и вдруг он падает в слезах, а всего ничего, там пять минут стояли рядом вместе, этот Бог открывает, сколько раз спрашивают священники, а как это так получилось, вот вы говорили, и сразу человек обратился, не знаю, это Дух Святой делает, моего там ничего нету, а он продолжает дальше хулить, это сектанты, это от сатаны, он хулит, что я делаю это от то, что душу Бог тревогает, зазомбировал это гуру, вот они сейчас все бесновятся вокруг меня, они одержимые и беспокаянные, с человеческой силой нельзя это никак сделать, ты по себе определи, как ты на меня натолкнулась, что Бог сделал с тобой, с семьей и прочее. Спасибо, Христов, Игнатий Игнатий. Спаси Христос, вроде разобрались с хулой на Духа Святого, да, нужно правильно акцент сделать, это тоже мне как бы именно хулиться Дух Святой, который работает в людях, вот Игнатий Тихонич Дух Святой, он не может своими силами столько сделать, это невозможно без помощи Божьей, это же очевидно, настолько малое время издать 38 томов, написать еще и издать, ну это явно чудо Божие, и только завистники могут с завистью дьявола вошел и мир, то есть они по зависти это делают, и хулят, и Христа предали по зависти, и эти по зависти все делали. 31-35 стихи, и пришли матерь и братья его, и стоя вне дома послали к нему звать его, около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя, и отвечал им, кто матерь моя и братья мои, и обозрев сидящих вокруг себя говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь, толкование, братья Господа по зависти пришли взять его как неистового и бесноватого, а мать вероятно по внушению чувства чести пришла отвлечь его от учения, показывая таким образом народу тем, кому они удивляются, она свободно распоряжается и может отвлекать его от учения, но Господь отвечает, матери моей никакой не будет пользы быть матерью моею, если она не будет совмещать в себе всех добродетелей, так же точное родство бесполезно будет для братьев моих, потому что те только суть истинные сродники Христа, которые творят волю Божию, и так говоря, это он не отрекается от матери, но показывает, что она достойна будет чести не за одно только рождение, но и за всякое другое доброе дело, если бы сего она не имела, то другие предвосхитили бы честь родства. Понятно, что родство по плоти ничего не значит, если нет родства по духу. Абсолютно. Вопросы есть? Здесь на первый взгляд казалось бы как бы Христос пренебрегает, ему говорят вот Матерь твоя пришла, он говорит как бы так, вот Матерь Моя, то есть он отрекается матери своей. Толкователь нам говорит, что он не отрекается, но однако показывает, что ничего если это не поможет само рождение, если она не возымеет других добродетелей. Также мы читаем, что кто-то крикнул блаженное чрево тебя носившие, сосцы тебя питавшие. Сегодня как раз покров Богородицы об этом говорили. А Христос что отвечает? Кто вспомнит? Блаженны слушающие и исполняющие Слово Божие. подтверждается и это место тоже вот кто блажен. братья его как бы с которыми он рос вместе, то есть дети его и Иосифа завидовали написано ему, тоже пришли взять его как бесноватого, то есть они поверили тем людям, которые говорят, что он в нем бес. Какие же они после этого братья? Нет. Марка 4 глава 1-2 стих. И опять начал учить их при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море. А весь народ был на земле у моря и учил их притчами много и в учении своем говорил им толкование. Хотя казалось и отослал мать свою, однако опять повинуется ей, ибо ради нее выходит к морю, салится в корабль для того, чтобы имея перед глазами всех, говорить в услышание всех и никого не имеет позади себя. Марка 4 глава с 3 по 12 стих Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на каменистое место, где много было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока, когда же взошло солнце увяло, и как не имело корня, засохло, иное упало в тернии, и терния выросла, заглушила семя, и оно не дало плода, иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто, и сказал им, кто имеет уши, слышит, да слышит, когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью, спросили его о притче, и сказал им, вам дано знать тайны царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. Толкование Кто такой Сеятель? Сам Христос, который по человеколюбию и снисхождению неотлучно исшел из отчих недр, исшел же не для того, чтобы сожечь проклятую землю и злые сердца, не для того, чтобы иссечь терния, но чтобы сеять семя. Какое семя? Не Моисеева ли? Не семя ли пророков? Нет. Своё, то есть, чтобы проповедовать свое Евангелие. Он и сеял, но из семян одно попало на душу подобно дороге, попираемой многими. И птицы небесные, то есть демоны, владеющие в воздухе, пожрали это семя. К таким людям относятся человекоугодники, а не то же, что дорога, попираемая многими. Кто всё делает только для угождения тому или другому, тот бывает попираем многими. Но заметь, Господь не сказал, что семя брошено при пути, но что оно пало при пути, потому что сеятель бросает семя на землю, как на добрую, а она сама уже, оказавшись худой, угубит семя, то есть слово. Впрочем, некоторые хорошо понимали упавшие при пути в том смысле, что оно пало на неверное сердце, ибо путь есть Христос, а находящиеся при пути суть неверной, которые вне пути, то есть Христа. Другое семя упало на душу каменистую, разумею, тех, которые легко принимают слово, но потом отвергают. Иное семя упало на душу пекущуюся о многом, ибо терние суть житейские попечения. Но четвертое семя пало на добрую землю. Итак, смотри, как редко добро и как мало спасающихся, только четвертая часть семени оказалась уцелевшую. Но неужели по распределению и назначению от природы одним дано это, а другим нет? Быть не может, но тем дано как ищущим. Ищите сказано и дастся вам. А прочих Бог оставил в слепоте, дабы знания должного не послужило к большинству их. Осуждение, когда они не исполняют всего должного. впрочем, хочешь ли знать, что от Бога дано всем видеть должное? Слушай, видеть это от Бога, не видят это от злобы их, ибо Бог создал их видящими, то есть понимающими доброе, но они не видят, смежая очи свои добровольно, чтобы не обратиться и не исправляться, как бы завидуя собственному спасению и исправлению. Вопросы? Вот у меня вопрос, то есть последняя строчка не совсем может быть по-русски переведена, или я неправильно понимаю, читаю последнее предложение, 12 стих, и сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. вот это последнее и прощены будут им грехи, как бы непонятно, да не обратятся, ну смысл такой, для того, чтобы были прощены им грехи, то есть они должны обратиться, они не обращаются, раз не обращаются, значит грехи не прощены, а тут как бы написано и прощены будут им грехи. Это ошибка, наверное. Никакой ошибки нет, если они обратятся, то есть покаятся, и прощены будут грехи, как этот Иван говорил, обратитесь, да принесете достойный плод покаяния, вот обратятся, то есть покаятся, и прощены будут их грехи. Сергей, у нас принято так, если вы хотите слово, Сергей Шепелев, у нас принято, если вы хотите что-то сказать, просто говорите, можно мне ответить, я говорю, да, можно. Понятно, то есть как в классе руку поднять, а тут сказать. Да, с места выприкивать не принято у нас. Хорошо, простите. На прошлом занятии делал вам замечание, вы, наверное, не расслышали. Простите, братья и сестры, простите. Ничего страшного, бывает, по неведению. То есть, вы считаете, что здесь никакой ошибки нету, то есть, да, не обратятся. Ну да, да, не обратятся, то есть, чтобы сделали достойный плод покаяния. То есть, покаяться, и потом продолжение, и будут прощены и грехи. Просто взято, может, так же, не переведенный, как-то, ну, что-то не переводится, да. Вот, например, радуйся, невеста, неневестная, да. Ну, это эти раскольники, украинцы перевели, радуйся, дичина, не замижня. Понимаете, тут, ну, ну, кошмар, в общем, да. Так, радуйся, невеста, неневестная, поднимайся вверх, небеса, а тут, бах, сразу это. Может, что-то он не переводится, и чтобы не было таких случаев, написали, чтобы этот, как там написано? Ну, то есть, нет, ну, можно же, как бы, смысл и так понять, и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. То есть, впоследствии будут прощены грехи, если обратятся. Ну, конечно, да. Вот, то есть, ну, понятно, это вот такой русский язык. Тут надо понимать, доколе не обратятся. Доколе, да. Ну, если доколе, то когда? Вот понимаете, оно же, видите, оно же, язык же русский, оно же может и не подходить. Я же это что привел, оно же может просто не подходить. Все. Понятно. Разобрали. А ты, знаете, хотелось бы услышать. Смысл понятно, да не обратятся для того, чтобы были прощены грехи. Как? Сами же по себе не будут им грехи прощены, пока они не обратятся ко Христу. Когда ты читал, у тебя это уже получилось. И дальше Сергей, это второй, я его не знаю. И он говорит абсолютно правильно. Это старинный оборот речи. Больше ста лет прошло, сто пятьдесят лет. И у них тогда так и было. Чтобы. Вот это слово чтобы мы говорим, а тогда не говорилось. И они не обратятся, чтобы были прощены грехи. Вы оба потечали правильно. Отошел. Продолжим. Евангелие от Марка 4 глава с тринадцатого по двадцатый стихи. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам разуметь все притчи? Сеятель слово сеет, посеянное при дороге, означает тех, которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тот же тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тени означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщения богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. толкование. Здесь указано три разряда людей, в которых слово пропадает. Одни невнимательны, эти означены словом при дороге, другие малодушны, все разумеются под словом на камни, третьи сластолюбивы, означаемые словом в тернии, три же разряда и тех, которые приняли и сохранили семя. Одни приносят плод во сто, это люди совершенной и высокой жизни, другие в шестьдесят, это средние, иные в тридцать, которые хотя немного, но все же приносят по силе своей. Так, одни суть девственники и пустынники, другие живут вместе в общежитии, иные в мире и в браке, но Господь принимает всех их как приносящих плод. Вот такое разделение вопросов Ну, здесь написано вопрос у меня пустынники, это имею, ну, здесь подразумевается, который во сто раз плод больше принесут, чем живущие в общежитии, а которые в браке тут вообще от них всего тридцать вот. Ну, а сегодняшние пустынники, монахи-то неужели они плод приносят, а что они делают, молятся за весь мир, это действительно такой плод ценный в очах божьих или все же нет. О каком по плоде Игнать Тихонович речь здесь идет? 30, 60, 100 крат, и кто может больше пронести плодов для Бога? Как вот этим быть стопроцентным, так скажем, совершенным? Что нужно для этого стать? В пустыне уйти, корешками питаться? Андрей Кураев об этом говорит, мне говорят, он из ваших трудов это берет, потому что у меня капитально разработан материал по житиям святым, я разбираю 1173 биографии святых, и он говорит об этом, что канонизируют мирянина, живущего в семейной жизни, ни одного не канонизировали за 2000 лет, если только его не замучили, еще тут непонятно, кто канонизировал, это монах, монах, монаха канонизируют, какой от него плод, когда он покрылся, его никто не знает где-то, ну как, пришел один, Григорий Чедотворец говорит, вот этот город, ну допустим Барнаул, прислали меня, говорит, было только 17 христиан, а сейчас, говорит, его переводят на другую кафедру, что ли, в городе осталось только 17 язычников, вот и считай, какой плод, ну конкретно покажи этих людей, которых Господь коснулся через этот немощный сосуд, через себя конкретно-то, он даже не знает, вот у Баптиста хорошее есть песнопение, не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу сноп один в руках нести, вот это, а вот там обращаются души, они в ереси, нет, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, будь какой-нибудь еретик, или кто-то, если он Иисуса назвал Господом, это от Духа Святого, в данный момент его язык был под водительством Духа Святого, был наркоман, пересал, это от Духа Святого, но дальше-то он не идет, он в заблуждении, в этом погибает, а не так, он еретик, все у него плохое, нам еще поучиться надо, вот сейчас Никита этим занимается там на Украине, ходит в храмы, ходит к Баптистам, сравнения никакого нет, он говорит, мне это настолько близко и понятно, а что делать? Хорошее, увидел ты, и начинай делать, весь ответ, вот конкретно сейчас сто, там где сто, а ты, ну, начал когда трудиться, ты увидел, нет, плоды, так, а почему я должен видеть? Это судный день покажет, нет, это здесь, здесь на земле, когда он говорил, говорит, Господь отверз ум его к уразумению Писания в это время, а почему через другого нет? Да, это нельзя знать, вот Феофан Затворник, он определенно показывал благодать трех видов, сектант этого не знает, благодать призывающая, то есть, вот вышел, ты и сеешь, благодать обращающая, это от нас не зависит, Бог отверз его сердце, и благодать освящающая, вот это таинство церкви, вот Зырянов тут есть, пришел из сектантов, и у них уже из сектантов, кажется, 26, что ли, священников из Иркутской области стали, православие, и они все доброе перенесли сюда, и у них действительно, я сегодня это выставил в событиях дня, настоящий труд, ну, согласно написанному, я их лично не знаю, как, и вот здесь, конкретно мы можем сказать, если он трудился, а в пустыне он нуль, ничего нет, не то что сто, что он имел ввиду, я не знаю, конечно, если такой пустынник, как Пеофан Затворник, Затворник, а сколько он написал, и толкования, и от него людей сколько ушло, сейчас вот сидим здесь, никто нас не видит, мы все Затворники сейчас, а люди наткнулись на наш материал, вот этот вот, и его душа обратилась, мне почти каждый день пишут, новые и новые души приходят, вот мы стали слушать, и теперь не хотели в интернет заходить, а сейчас мы не вылазим отсюда, как Езру нынче крестили, из мусульманской среды-то он вышел, и он говорит, вот я один раз вас услышал, и подсел, подсел, говорит, на ваши материалы, специально подчеркивает, и на этом, издевается над этим словом, он говорит так, как есть, для меня все исчезло, весь интернет исчез, почему, мы конкретно ничего не настаиваем, ничего не требуем, мы возвещаем истину, а остальное делает Господь Духом Своим Святым, ну а плод, это, конечно, обращенные души, это дела, которые мы делаем во имя Иисуса Христа, так что враг будет дивиться, что это невозможно, это немыслимо, а это возможно и мыслимо, когда делает Господь, почему Иоанн Затаусы говорит, название книги «Деяния апостолов» не соответствует действительности, эта книга должна бы называться «Деяние Духа Святого», здорово, вот весь ответ, а определять, кто больше как, да Бог его знает, я старался, а как оно будет принято перед Богом, и посему, говорит, кто сеющий, поливающий, ничто, но все Бог возвращающий, как ничто, так я же работал, ничто, я буду работать, а сердце человека закрыто, он говорит, почти убедил меня, Ира, это на его слова, там Агриппа, тот царь-то был, и все, там написано «Почти убедил», почти, а «почти» это означает через стенку в новом ковчеге, но внутрь не вошел, отделяла одна только толщина стенки корабля, а другой был, может, на другом континенте, а участь одинаковая, поэтому, по делам, больше никак, а не так, чтобы звать к себе, но ко мне он пришел, пришел в общину, конечно, это приятно, рядом человек, ну, мы поставили правило, к себе нельзя звать, нельзя, и 27 лет мы стоим, могу сказать, ни одной общины, нигде я не слышал, и не видал, ни у сектантов, ни у кого, такое правило, а почему, как же к себе не звать, потому что, может, он придет, а в нас увидит одну карикатуру, и мы своим видом, положением можем его оттолкнуть, и за это придется отвечать, а когда он попросится, мы разрешаем один раз прийти, а дальше, если он ознакомится, примет, ну, как вот у нас в общине, тогда другой разговор, мы сразу на него накладываем труд, сразу же, стал ходить, значит, не пропускай богослужения, ну, там, два-три воскресенья безуважительной причины, он исключается, это канон, мы это тоже выдержали, мы многих потеряли, многих, но, мы знаем, Дух Святой не любит, чтобы люди, как попало были, этот человек должен понимать, что иго на него идет, любовь с Господом, интимная встреча, ты себя посмотри, в какое время тебя Бог поднимает на молитву, ну, и дальше все такое, и ты прославишь Бога за каждый день, за этот час, за эту возможность вот так общаться, Богу слава, отошел. Спасибо, Христос. Марка 4, 21-23, и сказал им, «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу, если кто имеет уши, слышать да слышит». Толкование. Здесь Господь научает апостолов быть светлыми по жизни и поведению. Как светильник поставляется для того, чтобы светить, так и ваша жизнь, говорит, будет видна всем, и все будут смотреть на нее. «Поэтому старайтесь вести жизнь добрую, ибо вы поставлены не в углу, но служите светильникам, а светильника не скрывают под кровать, но ставят на виду на подсвечник. И из нас каждый есть светильник, который должен быть поставлен на подсвечник, то есть на высоте жизни по Богу, дабы мог светить и другим, и не под спудом чревоугодия и заботы о пище, и не под кроватью бездействия. Ибо никто, занятый попечением о пище и преданной ленности, не может быть светильником, светящим своей жизнью для всех. Что бы кто ни делал в тайне доброе или злое, все обнаружится и здесь, а особенно в будущем веке. Что было сокровение Бога? Однако и Он, явился воплоти. Вопросы? Продолжим. 24-25 стихи 4 главы Евангелия от Марка. И сказал им, «Замечайте, что слышите, какую меру мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Толкование. Господь побеждает учеников к бодрствованию. «Замечайте, говорит, что слушаете, не опускайте ничего, сказанного мною. В какой мере вы внимательны, в такой мере получите и пользу. Тому слушателю, который внимателен всегда, и при том высшей степени, воздаст Бог и награду великую, а медлительному человеку соразмерная будет и прибыль, и вознаграждение. Кто будет иметь ревность и усердие, тому даст свои награды, а кто не имеет ревности и усердие, у того взято будет и то, что он думает иметь. Ибо по причине ленности гаснет в нем и та малая искра, которую он прежде имел, подобно как от усердия, она возжигается». Вопросы? Да. Какая страшная вещь, это ленность и невнимательность. Можно все потерять. Марка 4, глава 26-29 стихи. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Толкование. «Под царством Божиим разумеет Божие смотрение о нас. Человек есть сам Бог, заделавшийся ради нас человеком. Он бросил в землю семя, то есть евангельскую проповедь. Бросив его, он спит, то есть вошел на небеса, впрочем, он и встает ночью и днем. Ибо хотя Бог по-видимому и спит, то есть долго терпит, но он встает, встает ночью, когда посредством искушения возбуждает нас к познанию его, встает днем, когда наполняет душу, когда наполняет нашу жизнь радостями и утешениями. Семя растет, как будто без ведома его, потому что мы свободны, и от нашей воли зависит расти или не расти этому семени. Не поневоле приносим плод, но добровольно, то есть приносим плод от самих себя. Сначала, когда бываем младенцами, еще не достигшими в меру возраста Христова, мы произращаем зелень, показываем начаток добра. Потом колос, когда бываем уже в состоянии противостоять и искушениям, ибо колос связывается уже коленцами, стоит прямо и достиг уже большего развития. Затем образуются в колосе полные зерна. Это когда кто приносит плод совершенства. Когда же настанет жатва, тогда серп собирает плоды. В серп этот есть слово Божие, а жатва время кончины. Комментарий Игнатия Лапкина. Как ясно выразился блаженный Феофилакт, собравший в своем толковании всех святых отцов, евангельская проповедь «Вот единственное семя, из которого произрастет божественный виноград». Некоторые православные измыслили свою веру и говорят, что крещение есть семя. Апостол же Павел даже о себе говорит так, 1 Коринфянам 1, 17, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». А сегодня эти слова в устах современных пасты перефразированы так «Мы сами пришли крестить, а не благовествовать». Это их деятельность не евангельская, но даже антиевангельская. Евангельское семя, падшее в жаждущую душу, поводит человека к крещению, как к завершающему акту обращения ко Христу. Да и крестить-то сегодняшние пастыри не умеют и сами некрещенные, и в подавляющем большинстве, а всего лишь мокрой ладонью им задели голову, и таким образом они портят других людей. И до тех пор, пока такое лжекрещение будет на равных считаться с истинным трехпогружательным крещением, до тех пор в церкви будет мрак, если все будут все глубже погружаться в него. И все будут все глубже погружаться в него. Апостол Павел за всю свою апостольскую жизнь едва ли крестил пять раз. И это делал он умышленно. 1 Коринфянам 1.14 Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя. 1 Коринфянам 1.16 Крестил ли я также Стефанов дом? Крестил ли еще кого? Не знаю. Чтобы привести человека к окрещению, нужно евангельское семя проповеди, как говорит Иоанн Златоуст. И у пастыря должны быть тысячи талантов. А для того, чтобы крестить, не нужно ни одного таланта. Достаточно быть законно рукоположенным и незапрещенным. Вопросы? Не вопрос, Сергей, а просто сказать, что прекрасное пояснение о крещении. просто по душе. Ну, вот у меня вопрос к апостолу Павлу. Если был бы он с нами. Он говорит, крестил ли я также Стефанов дом, а крестил ли еще кого не знаю? То есть, ну, как бы смысл такой, что он говорит, что крещение не главное, главное благовестие. Этот смысл он хотел вложить в эти слова. Как можно не знать того, кого крестил? Я не верю, что Павел мог так поступать. Или он забыл, он же не мог забыть, что у нас попы сколько пришел в тюрьму, сколько человек крестил, 400 человек за полчаса крестил, да, а кого ты крестил, так он скажет так же, как апостол Павел так крестил, кого не знаю, кого я крестил, так же и скажет, ни имени, ни фамилии не знает. Почему вот он так написал, интересно вот мне, как бы, и даже благодари, он даже Бога благодарит, что никого из вас не крестил. То есть, видно, и в то время уже крещению предавалось такое, вот, наверное, слишком большое значение, чем благовестие, и он как бы пытается объяснить, что это ничего не значит крещение, был, как Игнать Тихонович говорит, был сухой грешник, стал мокрый грешник, если благовестия, то нет, если душа не возрождена, то ничего и нету. Как Игнать Тихонович, как так крестил еще кого не знаю, как вот так понимать. Он крестил дом Стефанов, это стражник в тюрьме, когда они воспевали Господа, 16 глава Деяния Апостола, а крестил никого не знаю, это он говорит тем, которые говорили, ты сам-то везде крестил, он говорит, не знаю, вы покажите, а никто ничего больше не мог показать, не знает он, то есть, они ему приписывают, они знают, а он не знает, я неоднократно так говорил, вы знаете то, чего со мной не было, назовите, когда это было, а ты тоже крестила, покажите где, назовите, не знаю, я не знаю, о чем они говорят, вот такой смысл. А с чего у них началось то это, с чего ради они начали ему приписывать, что он крестил-то? А для чего крестятся для мертвых-то, нам даже непонятно, как для мертвых, оказывается, человек уверовал, или близкий родственник, а теперь умер, вот как Нина сегодня рассказывала, то не успели, вот маленько не успел прицепиться за последний вагон-то, да, и теперь он залазит там родственник под гроб, а этот сверху его начинает кропить и говорит, веруешь, а тот под гробом сидит, ну, гроб-то на двух стульях, верую, то есть, вот такое было за него, как восприемник, и апостол Павел тогда берет этот факт и говорит, а тогда левщина крестится, явно, что они верят, что воскресенье из мертвых будет, не одобряя этого момента, ну, эти люди верят искренне, что да, он воскреснет, он не крещеный, здесь очень даже понятно, вот там выражение златоуса, для того, чтобы душу обратить, тысячи талантов нужны, а как, я должен проникнуть его семейное положение, болячки его, какие отношения с родственниками, что ему мешает на работе, вот у меня нынче приезжал, у него вопросов столько, который стал ездрой, ты его знаешь, привозил, вот конкретно и родственники, и жена, и мать, и все остались за другой стороной, сегодня как раз с ним говорили, он говорил о важном деле, десятина, десятина, вот помочь, о ком сегодня сказали, там эти сироты остались, вот, а он тысячу прислал, я, может быть, тайну открываю какую-то, а это вот жена, а жена тут, может, неверующая, я написал, этого делать нельзя, он говорит, да нет, это я для себя считаю, чтобы за ними греха не было, я за них посылаю из своей зарплаты, сначала узнай, сколько они получили, вот какой страх Божий у человека есть, я говорю, это не надо, с них не спрашивается, он берет, даже, говорит, ты вот молишься, когда говоришь, ни направо, ни налево, направо, это православное, добавки разные, там, чего только нет, а налево не уклониться, по-сектантски, не обрезать, это левизна, вот они и Библию на 11 книг уменьшили, а у православных до Христа не доберешься, тут и Спиридон, тут и кого только нету, и Матрона, и все это, что, а у нас, говорит, привезли один тапочек Спиридона, поклонялись, там целовали, он лежит в гробу, и там отверстие сделали, они его каждый год надевают новые там кроссовки на него, а через год открывают, они у него стоптанные, видно грязные, ходил где-то кому-то помогал, это православное, на полном серьезе, ну, мертвый он лежит, и лежит в гробу закованный, надо на все это смотреть, ну, более иронично даже, хотя бы на самих себя, а англичане любят над собой подсмеиваться, так и здесь, все, пожалуйста, задавайте вопросы, Игнатий Тихоновичу, час прошел, только много народу сегодня, и воскресенье. Можно мне, Сергей Павлович? Да можно, конечно. Игнатий Тихонович, а вот не могу найти письмо о Володе Устинова, приходил к вам, там вот ролик пересмотрела недавно, а где его можно найти? В православии на форуме? Что-то не могу найти, как называется? Да, на форуме, а я сейчас не знаю, это, наверное, искать в теме старообрядцы. Что-то не найду, ну ладно, посмотрю еще. Он еще там найдешься, там и нет ничего. А вкратце можете сказать, какие там претензии-то к вам? Да никаких претензий нет, он и нынче претензии те, которые были у него первый год, но его здесь нет, и как-то говорить-то, скажет, так не так. Нынче я услышал, что он заболел, узнал там через сестру, а он много на железной дороге работал, и Барнаул железнодорожная больница, а она славится, хорошая больница. Но я говорю, ты иди, а то жизнь-то была сидячая, он был начальник поезда, на поездах, сидеть-то мне больше никак, и там, видимо, что-то уже проявляется болезнь-то. Ну я думаю, я уезжаю, а тут недовольство такое, он муж моей сестры, Валентина Тихоновна. Ну я пошел, позвонил, он вышел, я говорю, Володя, я слышал, что ты болеешь. Так, минутку, подождите, сейчас. Говори. Когда поднимешься, тогда и хорошо. Все, во славу Божию. Так, у нас занятия идут, я отошел, хорошо? Видите, спрашивает, какое время вставать на ночную молитву? Видите, люди старательные. Вот, я его вызвал, он вышел, я говорю, ты, Володя, болеешь, наверное, говорит, да ну, да, так. Я говорю, ну ты прости меня, мало ли еще это если. Он это даже ни во что поставил. И он опять начал упрекать меня, вот если бы ты по-другому делал, по-другому, то, вот это было бы не так, а было так, а сам нигде никак. Вот у меня 15-16 том, открытым оком. Там 84 свидетельства. Я в это время преподавал в университете, вел занятия, даже в пяти институтах. Ну, я обратился там, можете написать, не только к членам общины, как вы уверовали в Бога, и как вы стали членами нашей общины. А там сразу вопрос, а вот я не член общины, а уверовал. Можно, я хожу там, патриархийный собор, а мы так русская православная зарубежная церковь. Можно. И вот, ну, если вы зайдете на сайт, не форум, сайт, «Восвете Библии», и там книги, 15-16 том. Очень интересные свидетельства. Как люди уверовали, какие они были. Открытость такая, вот у нас люди открытые такие. Ну, что открытые? Представь, деревень, попутно сказали, ну, деревня-то какая там, говорится, 10 дворов. И за лето я был в Потерявке, мы поставили 1500 роликов за 4 месяца. То есть, все стороны жизни показаны. Это не как у Осипова, там, Смирнова, патриарха, он вышел, одетый. У нас все показывается. Готовят еду, обедаем, пасет коров где-то, что-то копаем, с дорогами, люди приехали. У нас абсолютно все. Это мы специально оставляем, чтобы потом, когда будут образовывать общину, увидели, люди просят, завтрак показали, покажите, как обед. у нас даже вот спят звонок, и как люди поднимаются, показано. И вот в этом вопросе, когда начинает обращаться, говоришь в другой раз, даже и не верит. Как это так можно? Просто так доверие, мы как одна душа должны жить. И вот здесь сейчас, вот вас интересует этот вопрос, ну, как я вам буду отвечать его, если вы, ну, я отвечу, а вы все равно можете и не поверить. Нужно так говорить, чтобы человек как-то, ну, вошел в это, вошел в материалы. У нас такие материалы, огромные материалы, ну, 38 книг, только в бумажном варианте, вы же видели это все. Да еще 7 книг, которые выставлены, но уже не в бумажном варианте, в электронном-то. Бог дает. Мы не скрываем. Мы показываем. Реакция самая отрицательная идет от многих людей. Ничего не могут принять. Я вот ежедневно блокирую, ну, человек 70 примерно, 70, с матерками заходит. На любой ролик там. Там Володя стряпает, или я рыбачу, там вообще ничего нету. А политичный материал. Все равно нападают. А всех-то, да вас-то туда и сюда, и все остальное. Поэтому молимся и за врагов. Обрати их, пробуди совесть. Не дай им погибнуть. Вас что интересует конкретно в вопросе? Рахель? А это не я задавала. Это Ольга задавала. А, я не расслышал, Владом. Ну, и повтори еще, что конкретно? Ну, хотелось письмо это увидеть, почитать. И что он там написал? это я ответил. Вот я ему стал говорить, а до этого, когда звали Володю на благовестие, я дом строю, когда построю, пойду. Пошел? Нет, не пошел. Он старобрядец. Ну, прошел. А теперь еще что-то? Нет. Вот я бы был по-другому. А вот недавно, совсем недавно, Владимир Головина там спрашивает, говорит, Андрей Дробот, я так понял, письмо. Ну, на-на, ролик я поставил этот у себя. И он сидит там с этим, который интервью берет у него, и говорит, поступил запрос, как вы, отец Владимир, относитесь к Игнатию Тихоновичу Лапкину? Он говорит, лично ко мне вот так. Он говорит, да. И дальше он отвечает. Но, у нас есть разница. Дескать, он отвечает так, он все сказал, я православный, причащаюсь, мы родные братья. И он для меня учитель, на меня говорит. Ну, дальше, но, вот я отношусь вот так-то. А про себя, говорит, мы разные в этом вопросе. Другой там мягко, а я это не люблю. Я сразу отрезаю, да или нет. А что выше, то от лукавого. Все остальное. А другой там, может десятки раз встречаться, говорить. И он это говорит, мы все разные, но главным-то единство у нас. У меня вот такой подход. Этот Володя, как раз вот, был бы я помягче, да вот говорил бы не так, это тысячи, были бы. Я говорю, телегу сейчас выкатываю на середину улицы, остановись и митингуй. Покажи, как. Скажи, сколько у тебя роликов в интернете, а он в интернете не бывает. Нуль. Нуль. Покажи, сколько проповедей, которые ты в храме говорил, через которые люди пришли. Нуль. То есть, где не возьмем нуль. Я не могу ничего сравнить, тебе показать. Ты понимаешь? И он написал, и тут, я ему говорю, это признаки, явные признаки без снования. Ему второе письмо надо написать. И он пришел сюда и сидит. Я вижу, говорить нельзя. Он старобрядец. Нельзя говорить. Он за это сцепляется еще хуже тогда. Я молчу. А другой, а вот отвечайте. Меня не интересует ваш ответ. Меня этим, как ребенок на крыше стоит, если кто-то подошел, бросься вниз, ангелы понесут тебя. Ну, сатана это говорит. Мне это понятно. Я ему ничего не отвечаю. За каждым словом. И он говорит, и говорит, там полчаса я стою. А что он говорит? Говорит, просто от неспокойного духа. Я уж не говорю там от злобы, от зависти. Я ему ничего не могу дать. Я уже все сказал. Вот ролики у меня идут. Ну, 12 700 роликов. Это понимаете, что это такое? Это вместе Кураев, Смирнов, это, Осипов и митрополит Алпеев, так меньше. Потому что они только под часами сидят. Все. А мы абсолютно все. Начитанный Златоуст, все время насаджития святых. Мне помогли, разбили его. Библия, там, архипелаг, гулаг, добротолюбие, 50 книг в Ауде. Все это выставляем. У него нет ничего. Ну, как я тебе могу рассказать? Слепый, глух. Я это боюсь сказать-то. Он все время недоволен, недоволен. Опыта никакого, нуль. Пошел на пенсию, ни один человек ниоткуда не приехал. Ну, вот тебе все. Я говорил, там где-то был, кто-то обратился. Ну, хоть письмо бы пришло. Нету ни одного. Ну, у меня каждый год приезжают люди. Вот здесь сегодня, кажется, Марина Христенко есть. Марина, ты здесь? Марина Христенко из Украины. Я видел, она вроде здесь должна быть. Отпошла, наверное? Нет, она горит огонек зеленый. Ну, вот она приехала с Украины. Приехала с Полиной, с дочкой. Побыла, сколько, погостила, она работник прекрасный, она столько помогла здесь. К тебе никто не приедет. Вот приезжает этот человек, крестился из мусульманской среды. У тебя нет ни одного. У нас сколько бы ни крестились, это все через интернет пришли. А, которое далеко, дальше Москве, им советую, где-то ищите, там едут на Афон, крестятся, крестятся. И все называют там отец Игнатия. Мне это не надо. Ну, они обратились. Это самое настоящее отцовство. Я родил вас с благовествованием. У него нет ни одного человека, никого. Я еще ему могу сказать. Вот он написал второе письмо, а то же самое считать. Я не буду читать, но я имею право не считать. Что ты меня связываешь-то? Я ему сказал, он не слышит и не видит. Я не стал разговаривать, свое дело делаю. И он не может уснуть. Тогда пошел где с Надеждой Васильевной там ночевать, и он не лег спать, пока прочитать. Хоть она не слышит, но ему надо прочитать. Это явный признак одержимости. Фикс и идея. Он будет слушать сейчас, ему недовольство, но я ему это в глазах говорил неоднократно. А мне ты не хочешь слушать, я даже спрашивать не буду, будешь ли не будешь слушать. Я вижу, что не хочешь, я и не подойду. Первый вопрос ставится всегда. Надо ли говорить? А ему надо говорить. Надо говорить, а зачем говорить, когда как Александра Второго спрашивали, это Александра Третьего, императора Всероссийского, а почему вы не слушаете министры говорят, а зачем слушать, когда они меньше меня знают? И дальше они все говорят, я давал совет неправильный, сами признаются, а я буду их слушать. Вижу, что Писание не знает, как должно знать. Святых отцов, каноны, ну, все надо подсказывать, житья святых уже не надо говорить. И опыта нулевой, нулевой опыт. Даже вот иеретики беседовали, там, АСД и Дмуха, и он говорит, у Игнатия огромный опыт, ну, с детьми, 45 лет начальник лагеря, ну, 45 лет, и понятно, что это даже не стаж, это два стажа. Притом, не так, что назначают, люди приезжают, как в школах, а сам я должен найти клиентов, сам снабдить, и постельные принадлежности, и накормить, и сохранить, и сделать, чтобы интересно, и чтобы они были здоровые. Вот Степаненко, Максим как-то говорит, я, говорит, на неделю, что ли, взял, так там с ума сойдешь с ними. Они в разные стороны расползаются. А у меня в среднем 108-109 человек каждый год. Ну, понятно, что это к опыту относится. И он меня начинает учить, мне смешно, он говорит, а я воображаю, что у него опыт есть, а опыта никакого нет. Он говорит, и все это на разрушение идет. Ну, я могу один вопрос встречный задать. Приехал мальчик, он увидел коноплю, сразу схватил ее, растер ее к носу, вздыхает, и глаза загорелись у него. Что ты будешь с ним делать? Ну, я тебе задам вопросы, конкретно о детях. Ребенок приехал материться. Что ты будешь делать с ним? Он попал в такое общество, где это нельзя делать. А что у вас не будет? У меня не будет. Не будет? Вот и весь сказ. Ты одного не можешь. Приезжают у меня были профессора, психологи, психологи. Живут. И делают общий вывод. Главная движущая сила лагеря, ТРС, большой буквы, любовь. Я бы так никогда не сказал даже, а они это увидели. Почему? Благодать Духа Святого. А она их захватила. Она уже на третий день, кажется, тут была Эльвира Горюхина. Она, я, говорит, перестала уже эти вопросы задавать. Вижу, что неумно все это у меня получается. А она герой. Она, я не могу ошибиться, три или пять раз тогда война была с Чечнёй. Она проникала в стан боевиков. Журналистка. Психолог. У Говорухина, кажется, она работала помощником. Вот весь ответ об этом старообрядце. Игнатий Тихонович, а действительно Александр Тадмуха выглядел лучше, чем священник Тадудин? В том ролике, который вы рекомендовали. Гораздо лучше. Да он прямо говорит, у Игнатия было духовное рождение, встреча со Христом, рождение свыше, крещение от Духа Святого. Отца Акима-то не было этого ничего, и поэтому... Но они, говорят, два пальца на одной руке. А он не понимает совсем. Совершенно не понимает. Мёртвый, мёртвый. Почему? Злоба отняла разум. Исидор Пилосиот говорит, предвзятость не даёт здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. А он еретик, он у нас был. Ушёл там неизвестно куда и с такими смертными грехами. А рассуждение ещё осталось. У него был талант проповеди. Один такой был в общине. И он прямо говорит. И, знаете, огромный опыт, а вы не понимаете. Он опять... Он говорит ему о рождении свыше, а он поп не понимает, он не пережил. У него нахальные слова... Ну, всё грешное. Ещё и связано с миссионерским отделом. Я разъясняю, миссионерские отделы нельзя создать. Это самый лютый обман. И это не человеческое, потому что... Можно благовестнические создать, проповеднические, музыкальные, певческие, благотворительные отделы можно. А миссионерские нельзя создать. На миссию Бог посылает по двое. 12 послал по двое. Ну, 70 опять по двое. Кирилл и Мефодий приходят двое. Вы что, слепые? Миссия – это труд Духа Святого. Вот у нас была миссионерская поездка. Мы двое. Двое и шофёр. Ну, шофёр – это ясное дело. Вещи подносил, да. И мы проехали какой путь. Его нельзя повторить. Ни до нас, ни после нас. А в Владивостоке до Лестобода. 600 городов. И в каждом городе, в библиотеке, в каждом районе, в центре мы дарили книги на 750 евро. Ты умножь это на всё. И это на наши деньги 35 миллионов. А денег-то и нету. Только на горючий один раз ушло 440 тысяч. В один, когда мы ездили. Как? Благодать. Бог даёт. Новые люди, незнакомые. Когда в Швеции сломались, как говорится, телеграмма пришла, сразу нам скинули. Бросайте машину, сейчас переводим деньги, и покупаете иномярку, такого же размера, и едете дальше. Вот какие люди находятся. Не члены нашей общины. Конечно, мы не пошли на это. А эти люди, которые нападают, у них ничего нету. Я ему ещё могу сказать. Если человек занимается, я могу ему ответить. Как-то он встал, этот старобрядец-то, говорит, Володя. А батюшка говорит, ну вот посмотри, как выступает Андрей Кураев. А что, я меньше Кураева знаю? А батюшка засмелся. А ты чё, Володя? Кураев, в университете преподает МГУ профессор. Да он так, мужской. Это вопрос другой. Его отзыв обо мне, прочитай, какой он знает. Он приезжал, мы с ним тут встречались, у меня, где я нахожусь. А я столько же знаю. Батюшка говорит, ну и что смеяться-то, я ещё тебе могу сказать. А вы знаете столько? Да, конечно, нет. Геннадий Пас. Это я образно говорю, есть ёлка, и на ёлке зажигают звёздочки, они на вершине горят, а бывают внизу там маленькие там на 5 ватт. Ну может быть я такой, а может быть и такого нету. С чём сравнивать-то? Вот отец Геннадий Пас, он обратился, да, обратился в моём доме. Менонит, немец. Был преподаватель в университете, физик-математию, кончил семинарию, академию, был магистром, сейчас доктор богословия, такие книги. Ну, с чём сравнивать-то? У меня ничего этого нету? Нету. Никак смотрите. Никак, я просто отвечаю людям, никто не корёжил мою душу. Что у меня есть, я выпрашивал на коленях у Бога с поднятыми руками. Вот и весь ответ. Вопрос к Геннадию Тихоновичу. Давай. Игнат Игорь Тихонович, вы переживаете по поводу автофекалий, ой, кефалий? И молитесь ли вы... Здорово. Вы вроде переживаете из-за этих фекалий. И молитесь ли вы о разрешении этого конфликта между... Я не молюсь и не буду молиться. А пустое. Как говорят, выеденного яйца не стоит. Это всё властолюбие греков. А эти забеспокоились, что-то потеряют. Они не будут поминать. Да ему ни холодно, ни жарко, он не будет поминать. Что-то смеяться-то. Вообще. Там что-то нас отключили, наверное? Нет. Всё нормально. Всем слышно? Меня слышно, но не видно. Потому что я сам себя стал видеть. Вот ответ. Никакое значение не имеет. Я смотрю, а мне скинул Юрий Соболев. Что Андрей Кураев говорит? Каждому человеку надо дать автономию. А не просто так. Я давно говорил про это. Каждая епархия, каждый священник может быть, но не выходя. Конечно, подчинение должно быть. Не умирать от этого. Это пустое, совершенно ненужное. Что они там делают? Почему? А ничем не занятая душа. Хорошая, говорит, кузница сатаны, Мартин Лютер. Я повторяю. Я в молитве помолился, раз или другой, и вижу пустоту в молитве. Я на молитве ощущаюсь себя, проверяю. И все, я перестал молиться. Господи, вразуми их. Это мирские люди, облеченные особой формой одежды и шапками особой конфигурации. Говорят о чем? Ни одного слова евангельского нет. Ни одного. Кто, кому, там, напоминают какие-то монастыри, монастыри там пустое. Это даже знать не хочу, чтобы ум не засорять. Им надо идти и свидетельствовать о Боге, о Христе. А как это можно сделать? А когда, говорит, на нас будут на всех ватные брюки и пила двуручная в гулаге вместе будем, они тогда будут слушать. А так они не будут слушать. Вот там мы в камере бы наговорились с ними. И патриархами я бы поговорил. А так, как я, я до них не добьюсь. А они сразу меня в еретики. Вот Андрей Грачев, Ткачев много говорит. И хорошее, как бы, отношение. То есть никаких отношений нет. Но я первый раз его послушал и сказал, опасный человек. Так он такой почет. Я повторяю, мое мнение не изменяется. Опасный человек. И он может на меня где-нибудь скатиться, броситься. Но пока Бог милует. Я говорю свое внутреннее состояние по отношению к нему. Я много его слушал, смотрел. То есть он с легкостью бросится. И меня терзать зубы обломаешь. Как говорят, вонючий и колючий. Понятно. Благодарю. Слава Господу. Ну еще, давайте. Игнатий Тихонович, еще я это. Сегодня мы были в Покростском храме. Нас батюшка возил в город на праздник. И я там в храме увидела икону, ну, изображение отца и Христа над отцом нем треугольный, а над Христом круглый. Вот почему треугольный? Ну, а ты спрашивала бы их. Я в храме в Покростском соборе, это кафедральный собор там, Христос с самарянкой разговаривает, а сзади как плита такая из колодца, и там краник, и вода течет, краник закручивать надо. Я подошел к настоятелю и говорю, ну, какой краник, когда колодец глубокий написан, а тебе достать, подчеркнуть нечем. Ну, эти, он говорит, да вы что, он завтра там взяли, краской замазали. Но Сибирский посмотрел, выходит лазарь из гроба, веселый такой, руки раскинул и на встречу идет. Я говорю, ну, как он мог руки раскинуть, когда Господь говорит, развяжите его, он связан и вышел. Златоуст говорит, второе чудо, во-первых, воскрес, а потом спутанный, связанный как мумия и он вышел. Ну, а не рисует-то что? Или я видел такое, там, соединенное вместе преображение с воскресением. Ну, я тоже там в каком-то храме сказал, ну, что сделаешь, говорит, рисую. Так вы контролируйте, со старых картин берите. А что делать? Ведро краски замазать и все. Свинья об забор, свинья об забор потерлась. Треугольный небо. Ничего не знаю, треугольник, там они объяснять будут. Я в эти вопросы не вхожу. Я знаю, замазать. Тем более, рисовать Бога Отца запрещено. Ну вот. Запрещено. я говорю, а где, Святой Дух, а вон же голубь над ними? Я ответил, все, больше ничего не могу сказать. Не знаю. Ну что, у нас время-то ведь кончилось. Давайте прощаться. Спасибо, Христос, Игорь Петрович. А еще не молились? Так молиться будем сейчас. Сергей Павлович сейчас вернется. Помолимся. Достойно есть якова истину, блажит и Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, безыстления Бога Словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Молитесь, Игнать Игнать Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием во имя Господа нашего Иисуса Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Прими наши вопли души о родных и близких не познавших Тебя, коснись их сердец, раствори благодатью Твоею все препятствия, которые мешают им обратиться к Тебе. Благослови этих спорящих, кто кому должен подчиняться, образуми их, Господи, сколько соблазна сеется этим. Патриарху, епископам, священникам и пастве даруй Божий великий духовное рождение свыше и водительство Духом Святым. Распусти нас, Господи, с миром, научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи. Тебе, Божья, хвала и слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос и с Богом всем. С Богом. Аминь.